11.06 в Кирове. Начинается программа «Разворот на бизнес». Сегодня среда. В студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. Партнер программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». Да, мы продолжаем цикл наших программ. Напоминаю, проект «Разворот на бизнес» мы осуществляем совместно с газетой «Бизнес новости» и с порталом «Бизнес новости». Сегодняшняя наша программа в 2 часа будет идти. В 12.45 мы завершим «Разворот на бизнес». Далее мы ее вечером выложим на сайте хакера.ру. Существенные самые вещи, которые скажут наши гости. Такая выдержка яркая из самых ярких высказываний, мнений, цифры, инфографика появится в свежем номере газеты «Бизнес новости» и будет опубликована на сайте «Бизнес новостей». Но у нас сегодня с Олегом мы любим под Новый год устраивать душевные какие-нибудь разговоры, хорошие темы. Они все равно за бизнес, но в данном случае мы решили тему сделать про предновогодний общепит и общепит вообще, куда мы идем и насколько в Кирове эта тема вкусная и интересная. Поэтому назвали «Вятка-самобранка. Кто и как кормит кировчан». Кто и как кормит кировчан, мы будем говорить конкретно про общепит, мы будем говорить про кафе, ресторан, кейтеринг, мы будем говорить про эти вещи в преддверии Нового года. Я сначала хотела, знаешь, какую тему сделать, типа икра и шампанское и так дальше. Дальше я поняла, что это не про то. Это надо было сети, магазины и про типа стасиков покупать. Мы будем говорить, что мы сейчас выясним, насколько скромны наши кировчане и какие у них запросы и чеки в ресторанах и в кафе. А может, тогда с цифрой начнем? А давай сначала представим гостей. Да, самое главное. Мы, конечно, сами можем с тобой говорить два часа, но мы представим гостей. И начнем мы с Александра Сидельникова, начальника управления развития предпринимательства и потребительского рынка городской администрации. Александр Алексеевич, добрый день. Добрый день. И спасибо, что вы нам с Олеговым вручили премию за нашу замечательную программу. Мы тут похвастаемся, что мы выиграли на конкурсе, который ежегодно городская администрация устраивает для СМИ. Вот этот проект наш, разворотный бизнес, я считаю, лучший. Можно я не буду скромничать? Да, очень не скромно. Спасибо всем и нам с тобой, и нашим слушателям, нашим гостям. Андрей Несветаев, управляющий партнер группы компаний «Культура гостеприимства». Так, сразу сориентирую наших слушателей. К этой группе компаний имеет отношение кафе «Фабрика», «Дача», есть еще кофейни, есть еще сулугуни. Есть еще много чего, мы с этим разберемся, да, Андрей? Вы просто, у вас все время список пополняется. Да, добрый день. Добрый день. Илья Суслов, вот это новый спикер, новый эксперт в нашей программе. Мы очень рады всегда, когда появляются новые эксперты. Руководитель направления общепита компании «Система Глобус» тоже сориентирует. Туда входит и конюшня, и студия 101, большой новый банкетный конференц-зал на улице Лепси, напротив филармонии, кафе «Кулинария Глобус» там же находится. И кейтеринг еще, и вообще все, что там выпекается и продается по линии общепита от «Глобуса». Это все Илья Суслов. Добрый день. Здравствуйте, добрый день. Да, но судя по тому, как Илья с Андреем уже до эфира разговорились, мы поняли, что мы не ошиблись с новым экспертом. Все в точку, все нам в помощь будет. Ну и Татьяна Кайгородцева, замечательный наш любимый гость, руководитель Ассоциации рестораторов Кировской области. И мало того, сейчас у Татьяны есть еще одна общественная нагрузка. Она является бизнесом-будсменом как раз по общепиту, я так по-простому скажу. И торговля. И торговля. Тем более, что Татьяна сейчас директор муниципального магазина «Детский мир». И магазин, насколько мы понимаем, преобразился. Есть там и свой фудкорт. Добрый день. Так что Татьяна в теме всегда. Добрый день. У Татьяны с Андреем один микрофон на двоих. Поэтому бумаги лучше слева, а микрофон посередине. Да, но вы опытные наши уже гости, так что я думаю, что справитесь. Теперь можно с цифрой, да. Вот смотрите, вчера поискал информацию. Кировстат, оказывается, ежегодно дает статистику. Вот статистика двух последних лет, 16-го и 17-го, по общепиту в Кирове следующая. Самый главный показатель, на мой взгляд, если это не так, я прошу гостей оппонировать, это количество мест в заведениях общественного питания на тысячу человек населения. Так вот, в Кирове в 17-м году было в среднем 13 мест на тысячу человек, а в 16-м было 14, немножко сократилось. При этом, это вообще доступных столовых и закусочных, плюс 21 место было и в 16-м, и в 17-м году в ресторанах, кафе и барах. То есть, рестораны, кафе, бары, они не сократили количество мест, появились, наверное, новые, кто-то ушел с рынка, но тем не менее. Для примера, на тысячу человек в Москве приходится 40 посадочных мест в ресторанах. В ресторанах. В Санкт-Петербурге 78. Ох! Вот, и это как раз повод поговорить о том, насыщен ли наш рынок, и, а может быть, это связано с покупательской способностью людей, и люди все-таки предпочитают не так часто ходить в рестораны, в кафе и бары, вот, а предпочитают все-таки питаться дома, праздновать дома или в гостях где-то. Ну, о причинах вот такой разницы мы поговорим. Я думаю, что кроме покупательской способности много еще разных есть причин. Я бы в первую очередь, например, сказала бы и про ментальность нашу. В общем, не очень-то мы любим выходить на улицу и как-то встречаться в барах и в ресторанах и в кафе проводить время. Хотя всячески к этому стремимся, и наша программа «Урбан», в общем, на это направлена, и городская политика, чтобы люди выходили из дома, люди в городскую среду погружались в общественные места. О причинах поговорим. А пока давайте оценим все-таки цифры. Я попрошу каждого нашего гостя их оценить. Ну, начнем, наверное, с человека, который напрямую заинтересован в том, чтобы побольше было таких мест. Потому что чем больше посадочных мест, тем больше, значит, занято людей в этой отрасли, а это малый и средний бизнес. Тем больше идет налогов, тем, да, в город, тем активнее развивается предпринимательство. Я обращаюсь к Александру Алексеевичу Сидельникову. Что скажете, как вы эти цифры оцениваете? Ну, с точки зрения позиции и политики города в сфере общественного питания, конечно, самое главное, мы как раз и поддерживаем, и считаем, что именно высокого уровня разряда предприятий общественного питания, они очень важны в городе. Мы понимаем, что, скажем так, такая позиция, как ресторан, он требует уже разнообразное меню, требует охрану, качество. Я бы здесь опять все-таки с проблемами города есть... Ну, давайте вспомним, что такую, скажем, позицию, как пельменные и рюмочные, мы убрали из города, да? Потеряли, скажут сейчас многие, к сожалению. Мы понимаем, что у нас остались кафе, и чего ж тут скрывать, мы все понимаем, что такое кафе, ну, как правило, почему-то в окраинах города, в каких-то рабочих районах, где можно случайно какой-нибудь непонятный алкоголь, санитария, вот мы против этого. Естественно, высокий уровень обслуживания, качество пищи. Вот именно за этим я считаю, что будущее, и мы за развитие этих форматов. А как же шаурмичные? Ну, вот давайте здесь тоже по категориям. Ведь мы понимаем, что есть сетевые столовые, есть фастфуд, и, допустим, там вот к нам ведь заходят сейчас уже, я считаю, что мирового уровня, как Мамарома там даже славит. Но это пиццерия. Я не думаю, что она конкурирует. А мы выясним это, насколько фастфуд конкурирует. Поэтому это немножечко разные ниши. И опять же хотел сказать, что, хочу сказать, что именно рестораны с хорошим обслуживанием, с качественным интерьером, именно за ними будущее, и туда хочется посещать. И это приоритет ваш городских властей, которые развивают предпринимательство в этой сфере. Вы считаете, просто у каждого спрошу, вот эта цифра, 27 посадочных мест в ресторанах и кафе, и 13 посадочных мест в тысячи... 21. 21 место. Да, это я некрасиво написала цифру. 21,7, похоже. Многие такие ошибки делали по математике. 13 посадочных мест в столовых, например, это для Кирова много или мало? Есть ли какая-то цель, к которой мы стремимся? Сразу хочу сказать, что по нашим данным, вот мы, например, сейчас ведем исследование розничной торговли, предприятие, именно в которое стационарное. Завтра у нас будет круглый стол, и университет сделал исследование, и мы, например, четко понимаем, где в районах города, сколько... У нас есть нормативы обеспеченности тоже вот здесь есть, нормативы по общественному питанию. Не только по торговле, по общественному питанию. А есть по магазинам розничной торговли на 10 тысяч человек и на тысячу человек свои нормативы, их нам дает правительство области, и нам нужно понимать, а что у нас вообще с розничной торговлей, стационарных магазинов творится, мы знаем, да? Вот. Сейчас, по нашим данным, у нас недостаток предприятий общественного питания в городе. Их недостаточно даже по нормативам минимальной обеспеченности, если говорить по сетевым кафе и сетевым столовым. И в следующем году у нас есть намерение более серьезно и скруппулезно исследовать именно эти показатели, чтобы все-таки потом выработать некую политику города. Стратегию какую-то, да? Уже более долгосрочную, да? Не просто точечные какие-то решения принимать, а долгосрочную стратегию развития. Тогда я еще в дополнение. А вообще есть какие-то рычаги, механизмы для активизации этой деятельности, для развития этого направления? Секунду. Да? Да, и прости, что я тебя прерываю. Во-первых, у нас пауза. А во-вторых, мы тогда с Александром Алексеевичем весь час проведем. Но это очень важно. Мы вернемся. Я думаю, что вот сейчас коллеги тоже сразу так подумали, какие же у них инструменты для стимулирования. Прервемся на полминуты. Дадим возможность эти цифры оценить другим нашим гостям. Пожалуйста, тему в студию. Тема наша называется «Вятка самобранка». Кто и как кормит кировчан? И гости у нас сейчас должны будут ответить на вопрос, достаточно ли в Кирове, на их взгляд, заведений общественного питания. У нас представитель администрации города Александр Алексеевич Сидельников уже ответил на этот вопрос. Однозначно высказался. Да, что и цифры говорят о том, что недостаточно заведений общественного питания. И город над этим будет работать. Да, это тоже важно. Ваше мнение, давайте с Ильи начнем тогда. Представитель у нас системы «Глобус» Илья Суслов, руководитель направления общепита. Ну, статистика на самом деле очень интересная. Вот я сейчас ее услышал и про Москву, и про Санкт-Петербург. Но мое мнение, оно такое, что недостаточно качественных посадочных мест. На самом деле, вот мы видим, как рынок растет. То есть, безусловно, я каждый день вижу какие-то новые вывески новых кафе, где там дополняются посадочные места. Но, как мы уже обсудили, тут в преддверии программы, то есть вывески появляются, вывески пропадают. Вот, поэтому места нужны, но нужны качественные места. Вы на себе, вот в своей деятельности ощущаете, что у вас есть еще куда расти, и есть запрос, собственно говоря, и возможность у людей посещать заведения? У нас есть куда расти, и в 2019 году мы будем расти. О, мы об этом поговорим обязательно. Так, передадим слово Андрею Несвятаеву и дальше уже Татьяне. Андрей, как вы эти цифры оцениваете, а цифры, собственно, характеризует рынок в целом? Ну, разница между большими городами Кировна, в принципе, обоснована и понятна. Это большой туристический поток Москвы и Питера, а туристы это все-таки практически потребители, да, вот этих услуг очень сильные. И второе, как уже сказали, это ментальность. То есть, действительно, в Москве люди уже начинают привыкать питаться в общественных местах. То есть, они вышли с работы, они поужинали, поехали домой. У нас, к счастью или, к сожалению, дом обычно рядом, и человеку проще доехать до дома. Поэтому, безусловно, стремиться, наверное, к показателям Москвы или Питера бессмысленно, и это невозможно. Но работать над хорошими местами, работать над изменением, может быть, действительно, менталитета, это возможно. Есть еще поле для роста или поляна вся занята? В принципе, есть. Есть новое направление, плюс меняется само поведение потребителей, меняются запросы. Поэтому, если за ними следить и удовлетворять, искать вот эти ниши, то вполне возможно и маленьким, и большим компаниям находить вот эти. Мы тогда, наверное, о новых направлениях и нишах немножко позже. Татьяна, вам слово. Татьяна Кайгородцева, руководитель Ассоциации рестораторов и бизнес-омбудсмен на общественных началах в сфере как раз торговли и общественного питания. Я вот считаю, например, что идет такая некая стагнация бизнеса. То есть, многие предприятия, предприниматели, которые работали очень долго на этом рынке, уходят с этого рынка по разным причинам. Кто-то устал, кто-то просит сдать помещение, кто-то продает бизнес и покупает уже новые игроки. Поэтому вот те игроки, которые были у нас на рынке и очень долго существовали, они как-то уходят. Переезды и так далее. А новых очень мало заходит. То есть, есть федеральная сеть, есть франшизы, очень хорошая пиццерия, там, Дода Пицца. Хорошо поставлены технологии, хорошие санитарные условия, санитарные правила все выполняются. То есть, вот таких вот мало прихода этих федеральных сетей, франшиз. Мало, вы считаете? Я считаю, мало, да. Еще рынок ненасыщенный, я думаю, что еще будут приходы таких сетей. В нашем понимании, в целом, по рынку, да, это бы было неплохо для рынка. Для чего? Чтобы местные сети тоже как-то в общем, в общем, в этом смотрели, то есть, и двигались вперед. Уровень подтягивали. Уровень свой подтягивали, подтягивали технологии, подтягивали, вот, ну, как ни странно, это санитарные правила, да. Вот эти вот обычные критические точки, на которые каждый собственный, каждый владелец бизнеса, он должен обращать это внимание на это. Ну, в любом случае, это для него самая-самая такая вот важная цель в этом бизнесе. Поэтому рост есть, да, но нужно здесь в такой концепции работать еще вместе с привлечением туризма. Действительно, когда приходит турист, да, то есть, ну, весь общепит очень-очень развивается. У нас есть общая знакомая вот с Александром Алексеевичем, которая открыла кафе вятской кухне, открыла она в Звенигороде. И за ее блинами стоят просто очереди там. Да, точно. Я видела это кафе в прошлом году, когда была на зимней школе КГИ в Звенигороде. Только вчера с ребятами разговаривали, с Виталием Брамовым и Толей Курбатом, которые там тоже были, и Лупова. Саша, там действительно есть это вот кафе, и оно не первый год действует, оно там себя очень хорошо чувствует. Да. И она буквально на той неделе здесь была, и, в принципе, поддержка Кировской области, она заручилась поддержкой предпринимательства, и обещали помочь там в кредитах еще как-то. И из Кирова получить кредиты, чтобы открыть еще в Звенигороде? Она зарегистрирована в Кировской области, в Котельниче. Поэтому весь бюджет поступает в Кировскую область. И при том, что она развивает Вятский край и развивает бренд Вятского края, так и называется кафе Вятский край у нее. И все те блюда, которые она готовит, там, например, блины с помакушками, оказывается, по макушке, это такое вятское блюдо, где клубника размешивается со сметаной. Это только в Вятском крае такое было, да? Да ладно. То есть вот, да, она очень так глубоко изучила эту кухню и развивает эту кухню. Это, кстати, очень интересно. Я буквально позавчера была на прямой линии, сама вела прямую линию с Гданьском, и мне нужно было студентам университета польского Гданьского рассказать про Киров. И вот тут я поняла, что про кухню... Тебе по макушек не хватило? Да, я не знала, что рассказать про кухню. Какая же у нас тут специфическая кухня. Вообще, вы понимаете, у нас большой провал по этому поводу. Окрошка. Окрошка везде есть. И так, если по макушку разобрать, кроме слова, клубника Светана есть, но по макушек нет. Вот это, кстати, правильная история, Татьяна, вы ее совершенно верно подчеркиваете, потому что, к сожалению, вот зачем люди едут, если уж мы говорим про туризм, да, посмотреть на достопримечательности и поесть? Национальная кухня. Обязательно должна быть региональная кухня. И все спрашивают, что поесть у вас в Кирове такого, что не поешь нигде больше? Да, ты же едешь в чужой город, особенно в национальную республику. Вот скажи мне, что ты сейчас поел? Какое местное блюдо? Какое местное блюдо? Местное? Да. Да, у нас на самом деле... Пауза. Да. Александр Алексеевич. Все стандартное. Вот мой завтрак. Тосты, сыр и немножко ветчины. Не, не ваш завтрак интересует. А что? А вятское блюдо специфическое. Вот гости к вам приезжают, чем вы их кормите? Во-первых, наши бренды рыжики, истебенские огурцы, мед. Все равно вятский, я считаю, что у него есть своя изюминка. Наверное, все. Придется добить этот вопрос. Давайте еще добьем этот. Это очень важно, на самом деле. Мы говорим, если о туризме и ментальности, это очень связанные вещи. Илья, у вас очень много приезжает людей, командировочных. Вы устраиваете в качестве кейтеринга, обслуживаете различные мероприятия, в том числе официальные. Люди у нас приезжают. Я была неоднократно на мероприятиях, которые вы обслуживали. Люди приезжают со всего мира, и они, конечно, спрашивают, что тут вот такое у вас местное? Вы в таком случае что предлагаете? Ну вот приведу пример. В конюшне у нас очень много приходит гостей. Рядом гостиница очень много иностранцев. И очень часто у нас заказывают такие блюда, как рагу из мяса кабана. То есть дичь. Вот дичь – это такая вот фишка, которая на самом деле работает. Потому что если сейчас смотреть на тенденции рынка, там Москвы, да, там все рестраторы идут в локальные продукты, говорят, что локальный продукт, локальный продукт. И на самом деле, если в Москве, в дорогих ресторанах, там мясо дичи, оно будет стоить очень дорого. А у нас есть возможность его попробовать. И когда приезжают гости из других регионов, то есть они всегда пробуют и, соответственно, заказывают блюда из дичи. Потому что это не только интересно, но на самом деле взять это же мясо лося. То есть оно очень полезное, потому что лось, он питается только экологически чистым продуктом. Поэтому вот если про нас говорить, то я бы… То вот это. Но глупость вообще этим славится. У вас еще есть в магазинах совершенно потрясающая тушенка, и медвежатина, и кабанятина, и лосятина. Олег знает, я это рекламировала в прошлом году. Я сама для себя открыла с удивлением. И с ностальгией. Вы же помните, что у нас давным-давно позакрывались все магазины «Дары природы», которые когда-то, в общем, реализовывали вот это, все эти охотничьи. Немножко в раздолье они сейчас перед… Но это все равно не то, что было когда-то, правда же? Когда можно было очень легко в этих кооперативных магазинах купить. Прямо вот каждый день, что хочешь, можно было купить. И я, конечно, с удовольствием вот это вот все отведала у вас и вспомнила. И прямо качество то еще и с детства тоже поняла. Вот сейчас Андрей тоже сидит, мне Святаев и кивает головой насчет дичи, насчет вот этого, да, сам бы, наверное, пробовал. Что вы предлагаете, когда к вам приходят и говорят «вятское», что-то такое? Есть такой запрос? Ну, на самом деле, так у нас в основном объекты на локальный рынок, на внутренних гостей, на жителей Кирова нацелен. Мы не фокусируемся на каких-то уникальных продуктах. Но это важно? Вот скажите, Андрей, я знаю, что вы в брендировании собаку съели. Вы знаете, что это очень важно позиционироваться, брендироваться. Ты имеешь в виду корейскую кухню сейчас, или? Ну, сейчас выясним, есть ли у нас корейские туристы. Вот, это важно региону и общепиту региона иметь вот этот набор своих локальных продуктов, представить эту кухню. Ну, вообще, тут важный момент, ресторанный рынок – это очень гибкий рынок. Он очень быстро меняющийся, очень быстро подстраивающийся, поэтому он скорее следует. То есть он не создает что-то, а следует. То есть появился туристический поток, он очень быстро адаптируется, сможет адаптироваться, очень быстро предложит какие-то интересные решения. Но он не будет сам по себе притягателем туристов. То есть не собрались рестораторы, сели тут, и давай мы заболем через интернет вятскую кухню. Это не так работает. Нет, вот скорее, это если приехали люди сюда, и мы видим, туристы есть, вот как раз мы как очень быстро-быстро-быстро прибежим и быстро сделаем. А сейчас дичь и так далее, действительно, локальный продукт популярен. Но если брать Киров, это всё-таки больше ресторанная история. То есть это рестораны, так как всё равно высокий средний человек и не является массовым продуктом. На самом деле, мне бы хотелось вернуться, пока у нас полный состав гостей, и пока мы можем поговорить не только о каких-то вещах, связанных с праздником и диетами, и местными продуктами, вспомнить несколько вещей, которые были актуальны и проблемны некоторое время назад. Сейчас, на самом деле, я не слышу о том, что есть какие-то разногласия по продаже алкогольной продукции, например, и расстоянию до различных заведений по каким-то налоговым претензиям. Тогда это тоже было актуально 4 года назад, когда налоговая предъявляла учреждению общепита, что они дробят бизнес на небольшие площади и, соответственно, уменьшают налогооблагаемую базу. Вот, Татьяна, как бизнес-амбудсмен, что сегодня волнует рестораторов и какие проблемные моменты сейчас существуют? Это после короткого перерыва. У нас сейчас реклама на полторы минуты, часы только у меня, поэтому я здесь модерирую. Через полторы минуты, Татьяна, спасибо. Кто, чем, как кормит кировчан? Будут ли кормить больше, лучше, по-другому? Все это мы обсуждаем в сегодняшней теме разворота на бизнес. Мы, это Олег Прохоренко и Светлана Занько, ведущие нашего проекта. Александр Сидельников. Да, в гостях у нас Александр Сидельников, начальник управления развития и предпринимательства потребительского рынка администрации города. Это Татьяна Каигородцева, руководитель ассоциации рестораторов и бизнес-амбудсмен на общественных началах общественного питания и торговли. Это Андрей Несветаев, управляющий партнер группы компании «Культура, гостеприимство», кафе «Фабрика, дача, кофейни» и так далее. И Илья Суслов, руководитель направления общепита компании «Система Глобус». Вот, мы до перерыва задали вопрос, вопрос звучал следующим образом. Если, ну, некоторое время назад, там, 3-4 года назад было довольно громко и даже так это ультимативно говорилось о проблематике рестораторов, с которыми сталкивались и в части претензий налоговой инспекции, в части новых требований по алкогольной продукции. Эта острота сегодня снята или это вот что происходит и что сегодня волнует людей, которые занимаются этим бизнесом? Татьяна. Ну да, мы 4 года назад обсуждали эти вопросы и благодаря тому, что действительно собирались и обсуждали даже вот здесь, на ЭХА Москвы, вот несколько вопросов, эти вопросы были сняты, то есть по алкоголе. Тот законопроект, его не поддержали, но мы прошли очень много моментов, чтобы его не поддержали, этот законопроект. Мне пришлось писать даже письмо Министерству экономического развития Москвы. И в чем проблема была? Проблема была в том, что в жилых домах, встроенных, пристроенных помещениях нужно было работать в предприятии только до 10 часов, в целом так, до 10-11. Ограничить продажу алкоголя в предприятиях общественного питания. Да, хотя этих предприятий очень много. Мы насчитали по области около 40, и занятого населения тоже очень много было. При этом нам удалось сохранить этот бизнес, и в принципе все предприятия до сих пор работают. В то же время я хотела бы сказать, что закон обратной силы не имеет, и те предприятия, которые открывали этот бизнес и работали уже много лет, имели право на дальнейшую работу. Дальше у нас были вопросы по поводу жиров. Я еще раз напомню, да? Мы также обсуждали это на Эхо Москвы и вызывали представителей ККС. Я не слышала больше жалоб от предприятий общепита, что у нас большие штрафы какие-то были. Изначально штрафы были, да, огромные, большие. Это что-то с канализацией не связано? Связано с уровнем жира при взятии ККС вот этих вот анализов, да, проб. И при том, что в нашем регионе эти показатели были завышены во много раз, где-то мы смотрели, где-то в 16 раз разнились между Москвой и другими регионами. То есть, ну, наш предприниматель, скажем так, во много раз больше переплачивал, чем, допустим, Москва, да, при том, что действительно у них выручка, ну, не такая, как в Москве. И, ну, сейчас, в данный момент, таких жалоб нет. Нет. Мы проработали этот вопрос, вызывали юриста сюда и так далее. И я знаю, что и был законопроект по поводу этого. Нужно было только отменить определенное постановление. Олег, чувствуешь, да? Вызывали сюда, в эту студию. Да, потому что так, когда решаются здесь, в общем, то вопросы решаются, да, вопросы нужно решать. В данный момент каких-то острых проблем у предпринимателей я не вижу или они просто не обращаются. Есть общественный обусмен, да, куда мы сейчас отправимся, он здесь находится рядом у нас. Господин Попов призывает. Поэтому, если есть какие-то вопросы, и вы считаете неправомерным, какие-то проверки и так далее, да, по законодательству, то, пожалуйста, обращайтесь. Вам можно, Татьяна, обращайтесь. Мне можно, да, мне можно лично обращаться, потому что многие предприниматели ко мне обращаются, и я при входе в предприятие, одевают на меня халат и говорят, посмотрите, пожалуйста, я говорю, я к вам не с проверкой, но тем не менее это очень хорошо, когда ребята молодые. Внешний аудит всегда прекрасно. Вот лучше предотвратить все, лучше все предотвратить. Это очень важно сказать, я считаю, Олег, потому что мы впервые представляем Татьяну именно как бизнес-эмбудсмены по общепитой торговли, и нам тут рассказывал, конечно, Влад Попов, что у него сейчас порядка 50 бизнес-эмбудсменов будет в регионе, и мы еще достаточно... Ну, пока не все районы закрыты, но тем не менее этот процесс идет. Мы так, естественно, его провоцировали, подкалывали и ерничали, зачем столько будсменов здесь, но это для того, чтобы привлечь внимание, потому что вот сидит Татьяна, которая непосредственно этой отраслью занимается, она в этой отрасли работает, она знает многих и чиновников, и юристов, и бизнесменов. Как к вам обратиться, Татьяна, тем людям, которым необходима помощь в консультации? Да, можете, значит, через бизнес-обусмены обратиться там у них на сайте, также можно заявку оставить и так далее, мы рассмотрим обязательно, все заявки рассматриваются официально, да, но можете ко мне напрямую обращаться, то есть я во всех вопросах помогу, можно на мой телефон, 108-912-719-3830, да, либо я сейчас нахожусь в Детском мире постоянно, развиваю это предприятие, Комсомольская 15, да, вновь его возвращаем. Мы сделаем в газете «Бизнес-новости», когда будет вот этот разворот опубликован, мы сделаем на вас ссылочку с вашими контактными данными. Александр Алексеевич, еще добавить? Проблематику хочу добавить. Нам очень много поступает жалоб, и вы все, наверное, знаете, о некачественной работе маленьких кафе. Снова к ним возвращаемся. Снова с ним, не перестанем возвращаться. Жалобы жителей, в основном тех же жильцов дома, которые разрешили, скажем так, перевод из жилого в нежилое, разрешили кафе, и потом начинают жаловаться. Шум, люди выходят почему-то... Ну, культура у нас еще очень низка, на улицу шумят, мусорят и мешают тем же жителям в доме к проживанию. А вправе ли муниципалитет в таких взаимоотношениях встревать, как третье лицо? Ведь это взаимоотношения между собственниками дома и тем, кому они там предоставили... Да, к сожалению, у нас очень, скажем так, регулирующих очень мало рычагов, но тем не менее жалобы поступают к нам. Мне приходится и разговаривать с предпринимателями, убеждать их, даже требовать, допустим, сейчас мы требуем одного кафе, перенести вход. Вот он с Торсой, там ходят дети в школу, перенесите куда-нибудь в сторону, что-то сделайте, ограничьте. И тем не менее, ведь у нас есть контролирующие службы, и Роспотребнадзор, и ветеринария, и полиция. Ведь когда люди шумят на улице, там нарушают общественный порядок, выйдя из кафе, с одной стороны, собственник говорит, а я-то здесь при чем? С другой стороны, говорит, все-таки я еще раз хочу донести до всех, это ваше кафе, и будьте добры соблюдать порядок. Я уж не говорю про левый алкоголь, так сейчас меньше стало. Но эту проблематику, она существует. Смотрите, какая история очень интересная. У нас остается 4 минуты до завершения этого часа. Хочется разобрать на самом деле ниши, которые были обозначены, но, видимо, мы уже будем с нашими экспертами во втором части это обсуждать. Все-таки я хочу, чтобы это услышал и Александр Алексеевич, и Татьяна Кайгородцева. У нас здесь представители ресторанов, кофейн и общепита кировские. «Глобус» — абсолютно кировская история. «Культура гостеприимства» — абсолютно кировская история. Хотя вы начинали с франшизы, но сейчас абсолютно кировская. Да я знаю, давно уже. Ну и Татьяна создала целый фудкорт в ЦУМе. Это тоже чисто кировский проект. Кировская история. Я когда провожу параллели с сетевыми магазинами, я тоже вижу, есть федеральная сеть, есть региональная сеть, и мы всегда понимаем такой вопрос. Вот заходом федеральных сетей вытесняется местный производитель, вытесняется местный предприниматель, налоги уходят из Кировской области еще куда-то. Не сложится ли такая ситуация? И в общепите, если все больше будет переходить федеральных сетей, началось все с Макдональдса, потом KFC, теперь Бургер Кинг, и вы, Татьяна, считаете, что их должно быть больше. Я сначала спрошу предпринимателей, чтобы вы их услышали. Не чувствуете ли вы здесь засады какой-то, опасения у вас это вызывает? Если нет, то и вопросов нет. А если да, то нужно, чтобы услышали вас люди, которые сейчас у нас в студии. Давайте у Ильи спросим. Система «Глобус». Ну, в любом случае, любой объект, который открывается, он так или иначе будет всегда конкурентом. То есть он в любом случае свой кусок от рынка заберет, так или иначе. Но это не говорит о том, что мы не должны бороться, не должны развиваться. Я просто приведу пример. Торговый центр «Глобус» Воровского 135, все его знаете. У нас есть там большая пиццерия на первом этаже. В этом году мы сделали небольшое обновление, даже не ребреник, просто обновление. Напротив у нас находится Макдональдс, который был первый. Но он не мешает нам работать. Мы после Нового года будем еще пиццерию расширять, добавлять посадочных мест. Потому что запрос растет, получается. Да, запрос растет, поэтому это не говорит о том, что нельзя бороться, нельзя развиваться. Конкурировать. Да, нельзя конкурировать. То есть нет, можно, нужно даже. Пока не волнует вас этот вопрос. Давайте у Андрея спросим. Андрей Несветаев, культура гостеприимства. Тоже вопрос сильно не волнует, потому что мы в сфере фастфуда не работаем, а в основном приход федеральных игроков именно там. И, насколько я знаю, в Кирове как раз они себя не очень хорошо чувствуют, так как местный игрок фастфуда, донар, составил все-таки сильную конкуренцию, очень модифицировался с приходом Макдональдса. Это, наверное, самая главная заслуга Макдональдса, что он очень сильно модифицировал нашу кировскую сеть. И как раз, наверное, кстати, одна из достопримечательностей, когда приезжают предприниматели в сфере общепита, мы их всегда ведем туда, и не поражаются. Жалко, что донара здесь нет, потому что я бы высказала свое собственное мнение по поводу их модификации, что им еще нужно подтянуть. Нет, безусловно, всегда есть куда идти, да, но все равно вот тот шаг, который сделали за последние три года, для них это огромный. А для нас и нашей кафе мы здесь конкуренции тоже пока особо, наверное, не боимся, потому что федеральные игроки уровня кафе и ресторанов не идут в наш регион. Очень низкий средний чек, очень низкие цены, и их бизнес-модель, она вот никак не встраивается в реалии Кирова. То есть мы знаем, что анализировали Киров, но когда смотрят чеки, когда идут в ресторан «Царское село», открывают там меню, видят, что там цена ресторана на уровне дешевого кафе там Нижнего Новгорода или Москвы. А это на минуточку один из самых, да, презентующих, так сказать, наш общий пит ресторанов. Поэтому вот в нашей сфере, наверное, конкуренции особо в ближайшее время не будет. А, Татьяна, тогда вопрос по... Нет у нас времени на вопрос, и, к сожалению, уже заканчивается первый час. Тогда уже за пределами часа. Но смотрите, какая история. Мы за пределами часа несколько вопросов зададим, конечно же, еще Александру Алексеевичу и Татьяне. Вы успеете здесь рядышком бежать к бизнес-омбудсмену. Но нас очень заинтересовала, Александр Алексеевич, история, с которой вы начали этот час. История про то, что теперь город, администрация вместе с наукой, с вузом, начали с социологических исследований, с экономических там показателей. Завтра будет круглый стол, вы будете их обсуждать. И с анализом? С анализом. Куда дальше двигаться? Для того, чтобы выработать стратегию города по развитию, в том числе, и общепита. И это, на мой взгляд, это серьезный шаг вперед. Потому что, конечно, город должен понимать, кому, где что нужно, и, опять же, кому, какие разрешения выдавать, помогать с помещениями и прочим. Для того, чтобы не было перехлеста, как у нас это было с торговыми центрами бесконечными. С пекарнями? С пекарнями говорил, но я прекрасно помню, Александр Алексеевич, что еще вовы полно еще. Можно хоть где пекарни. Пекарни — это растущий бизнес, еще года три будут расти. Поэтому спокойно можете открывать пекарни. И по этому поводу мы соберемся после Нового года, вместе с вузом проанализируем этот опыт. Потому что, мне кажется, Олег, согласитесь, что это очень важно. Это очень важно. Спасибо. Прервемся на новости. Тематические программы «Рекламу». Андрей Несветаев, Илья Суслов с нами остаются. С Татьяной Когородцевым и Александром Сидельниковым прощаемся. До свидания.